Сегодня мы начинаем вторую главу Евангелия от Иоанна и коснемся в ней следующих вопросов. Как получить следующий шаг для чуда? И почему иногда выглядит так, что Иисус ведет себя странно? Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер! Вы на канале Ариме, с вами Андрей, вы Руслан и Ирина. Это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня мы с вами читаем с 1 по 12 стихи. И прежде чем приступить к тексту, давайте помолимся. Отец, во имя Иисуса, мы благодарим Тебя за Твое Слово и за служение Твоего Духа. Мы открываем свое сердце для того, чтобы принимать от Тебя откровение, драгоценное служение Твоего Слова, изменяющего наше сердце и наш разум. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Итак, с 1 стиха. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матери Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит Ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, Жено, еще не пришел час Мой». Матерь Его сказала служителям, «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения юдейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. И говорит им, «Теперь подчерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум сам, и матери Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Аминь. Глава начинается в первом стихе с некого третьего дня. На третий день был брак в Кане Галилейской. И у меня вопрос, что это за третий день? Третий день от чего? Варианты, конечно, могут быть разные. Третий день от того, что Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя. Или третий день от встречи Иисуса с Его первыми двумя учениками. Или вариант третий день от последней встречи, которая у Него была с Филиппом и Нафанаилом. Третий день от чего? Каковы будут ваши варианты ответов? Пишите в комментариях, либо добро пожаловать в чат Байбл в Телеграме. Ну, а мы с вами размышляем дальше. Хорошо, и переходим ко второму стиху. «Был также зван Иисус и ученики Его на брак». Вот этот стих меня привлек тем, что Иисуса зовут вместе с Его семьей и с Его учениками на брак. Я думаю, что на свадьбу приглашают люди, у которых прежде были хорошие взаимоотношения. И я так думаю, что, скорее всего, эти ребята, молодожены, прежде имели какие-то близкие взаимоотношения с Иисусом. Может быть, они дружили с семьями. Может быть, они просто детство провели вместе. Ну, в общем, то, что между ними были какие-то дружеские взаимоотношения, это, скорее всего, факт. Аминь. И мне понравилась еще мысль о том, что молодая семья, перед тем, как она начнет быть семьей, они уже позвали в свою жизнь Иисуса. Как здорово, когда мы зовем Иисуса в любой и каждый новый проект, который мы начинаем, в любое и каждое событие, которое есть в нашей жизни. Как здорово вовремя и сразу от начала позвать Иисуса. Потому что, когда они звали Его на свою свадьбу, то, скорее всего, они же не планировали, что у них не хватит, например, вина. Что у них будет какая-то нужда, возникнет какой-то недостаток. Знаете, когда мы женимся или выходим замуж, никто из нас не планирует проблемы или ссоры, или конфликты в семье, какой-то недостаток, или долги, или какие-то проблемы. Нет. Когда мы вступаем в брак, то, по идее, у нас самые лучшие ожидания от предстоящего события. И до конца мы же не знаем, что буквально завтра нас ждет. Как здорово, что эти ребята, они имели эту мудрость позвать Иисуса на свою свадьбу. Потому что именно это приглашение сыграло ключевую роль в том, чтобы восполнить нужду, которая вдруг возникла у них посреди этого события. Но как здорово, что в этот момент, даже если вдруг нужда постучалась в наш дом, Иисус уже с нами в нашем доме готовый ответить на эту нужду. В третьем стихе мать Иисуса приходит и озвучивает ему эту проблему. Вина нет у них. То есть мы видим, что свадьба еще не завершилась, она в самом разгаре, а вина уже нет. И такая проблема для вот этой молодой супружеской пары, она должна была оставить отпечаток некого позора. Ну то есть вот первые дни молодой семьи, а они вот так на людях опозорились. Не хватило вина на свадьбе. Не могли продумать, не могли просчитать. То есть в какой-то степени это некий отпечаток на всю дальнейшую их семейную жизнь. Вот как мы начали позорно. Но если бы эта нужда не была разрешена, то, как правило, людям свойственно запоминать что-то одно. Вы можете сделать много всего правильного и хорошего, и полезного, и получить много спасибо. Но только стоит вам сделать какой-то один проступок или ошибиться один раз, как людям свойственно запоминать именно эту ошибку и делать на ней акцент. То есть вот этот недостаток вина должен был бросить отпечаток на эту молодую семью. И еще смотри, что я увидела в этом третьем стихе. Что делает мама? Мама Иисуса здесь играет очень важную роль. Во-первых, был констатирован факт недостатка. То есть была обнаружена проблема, и она была признана проблемой. Другими словами, это напомнило мне мысль, которую Бог дал некоторое время назад, что осознание проблемы – это первый шаг на пути к ее решению. То есть важно осознать, стоп, да, вот здесь, это был мой промах, да, не учли, не подумали, прогадали, ошибились. Да, вот здесь сейчас мы имеем проблему. Это ошибка. Но затем что? После того, как обнаружили какую-то проблему, не просто остались вариться в ней. Вы понимаете, если бы просто эта нужда осталась где-нибудь там на задворках, и с этой нуждой не пришли бы к Иисусу, то, скорее всего, этого чуда бы не было. Поэтому как только вы обнаруживаете какую-то ошибку в своей жизни, где-то вы оступились, что-то сделали неправильно, или просто пришла какая-то проблема, или беда постучалась в ваш дом, в вашу семью, не садитесь с ней тет на тет, не оставайтесь с ней тет на тет, берите ее и ведите ее к Иисусу. Идите пред лицо Божье и скажите, Господь, вот, вот, вина нет, вот, пришла проблема, что мне делать с ней дальше? Мудрый шаг мамы был в том, что она не просто согласилась с тем, что есть проблема, она с этой проблемой пришла к Иисусу. Но вот теперь, внимание, посмотрите, Иисус сейчас окажется под давлением. Сейчас ему озвучивают нужду его друзей, и второе, эту нужду ему озвучивает также не какой-то далекий человек. То есть у Иисуса есть симпатия и какое-то расположение, как к этим ребятам, так и к своей матери. И когда мы с вами видим нужду в жизни близких для нас людей или в жизни людей, к которым мы расположены, то нашей первой естественной реакцией является броситься на то, чтобы что-то делать. Но удивительно, как ведет себя Иисус в четвертом стихе. Он дает ответ матери следующим образом. А что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. То есть вот здесь для нас важный урок, который мы с вами должны извлечь для себя. Но для того, чтобы его извлечь, вначале нам надо дать ясное понимание тому, что здесь происходит. Потому что первое впечатление, которое у меня создавалось, когда я читал эту историю раньше, это что Иисус просто передумал. То есть вот здесь в четвертом стихе у него вот сейчас такое настроение, такое мнение. Да что тебе? Ну расслабься, женщина. То есть сейчас как будто у Иисуса есть одна позиция, но спустя несколько стихов он меняет свое решение. До этого говорит, мой час не пришел, а потом берет и все-таки делает чудо. И у многих складывается впечатление, что здесь пример того, как у Бога может меняться настроение. Или пример того, как можно изменить решение Бога с одного на другое. И многие таким образом формируют вот такое верование. То есть если Бог в первый раз ответил как бы негативно, то есть я не буду на это отвечать, вот такая моя позиция, то если на него поддавить, как кто-то может думать, Мария вот так поддавила на Иисуса, и он решил таки сделать чудо. Надо подходить через близких. Да-да-да. И вот у многих есть вот такой подход через маму, через Деву Марии. Можно как-то поддавить на Господа для того, чтобы он со своей стороны мог что-то делать. Но здесь история совершенно не об этом. Здесь не показана перемена решения Иисуса. И для того, чтобы нам дать ясное толкование тому, а что же на самом деле здесь происходит, нам важно вспомнить фундаментальные истины, которые лежали в основании жизни и служения Иисуса. А Иисус в том же Евангелии от Иоанна впоследствии будет говорить, «Сын ничего не творит сам от себя. Я творю только то, что видел у Отца. Как научил Меня Отец, так и говорю. Я и Отец одно, видящий Меня видит и Отца». То есть Иисус всегда творил только то, что прежде показал Ему Отец. Иисус говорил только то, что прежде сказал Ему Отец. Иисус ясно заявил о Себе, «Я ничего не творю сам от Себя». И если мы рассматриваем действия и решения Иисуса именно через эти истины, то тогда слова в четвертом стихе, «Не пришел еще час мой», говорят о том, что в тот момент у Иисуса не было от Отца никакого поручения, никакого слова о том, что Ему делать. Было ли у Иисуса какое-то Его личное мнение об этой ситуации, Его личное расположение к этим людям, Его личное желание или варианты в голове, что возможно сейчас делать? Ответ, конечно, да. Иисус – Сын Божий, Сын Человеческий. Он также имел свое мнение. Но позицию, которую занял Иисус в самом начале своего служения, «Я ничего не буду делать, прежде нежели Отец мне не скажет, что сделать». И в тот момент, когда Мария в третьем стихе говорит Ему о нужде, все, что Иисус сейчас делает, Он обращается внутрь Себя, и Он не имеет никакого свидетельства о том, что сейчас делать, как это делать, стоит ли Ему решать эту нужду или нет. То есть, другими словами, друзья, реакция Иисуса описана в четвертом стихе – это не безразличие или равнодушие Иисуса к нужде, которая возникла у молодой семьи. Нет. Эта реакция говорит о том, что Иисус ожидал указаний от Отца. Он ждал конкретных шагов, которые Бог покажет Ему в этой ситуации. И в тот момент, когда в третьем стихе Мария говорит эти слова, ничего внутри Иисуса об этой ситуации не было. Но в следующих стихах Мария удивительно ведет себя. Получив такие слова от Иисуса, она, тем не менее, идет к служителям и говорит, смотрите на Иисуса и делайте все, что Он вам скажет. «Ждите, у Него будет Слово, и когда у Него будет Слово, сделайте так, как Он вам скажет». Другими словами, она говорит им о том, чтобы они не сводили взгляд Иисуса. Держите свой фокус на Нем, потому что Он – источник ответов. То, что прямо сейчас, сию секунду, вы не получили проявление чуда или вы не получили конкретных указаний прямо сейчас, это не значит, что через 3-5 минут вы не получите их. Просто продолжайте держать свой фокус на источнике. Не сводите свой взгляд с Иисуса на проблему, держите его на Иисусе. Потому что зачастую нам свойственно, что если мы сейчас в первые 5 минут помолились, попросили о чем-то Господа, попросили у Него какое-то слово или задали Ему какой-то вопрос, и вот сейчас не услышали от Него никакого совета или ясного ответа, мы тут же начинаем думать, ну значит у Него нет для нас ответа. Он не хочет мне в этом помогать. Но вот здесь нельзя нам следовать по пути вот таких быстрых утверждений. Мария могла бы пойти по этому пути и сказать, ну все, нет воли Божьей на том, чтобы эта нужда решилась. Нет. Я уверен, что Мария ведет так смело себя в этой ситуации, потому что у нее, как ни у кого другого, уже прежде был опыт от ее взаимодействия с ее Сыном Иисусом. Я однозначно уверен, что за 30 лет близких взаимоотношений с Иисусом, как Сыном Божьим и ее Сыном, она должна была видеть его взаимодействие с Богом Отцом. Она могла видеть уже какие-то реальные свидетельства, которые Иисус получал в его взаимодействии с Богом Отцом. Конечно, Евангелие нам не описывает какие-то события, которые происходили на протяжении прежних 30 лет в бытовой жизни семьи Иисуса. Но я убежден, что Иисус сейчас, выйдя на служение, Он не начинает знакомиться с Отцом и приобретать свой первый опыт. Он уже прежде имел какой-то качественный опыт хождения с Богом Отцом. И Мария, как никто другой, уже могла видеть какие-то результаты. Поэтому она так уверенно ведет себя, идя по этому пути. Ждите от Него Слова. И смотри, еще интересные вещи, которые здесь происходят прямо в этом пятом стихе. То есть Мария, она помогает этим служителям удерживать фокус на Иисусе. И еще она показывает им два практических шага, что им сделать для того, чтобы получить ответ от Него. Первое, что скажет Он вам? То есть речь идет о том, что будьте внимательны к тому, что Он будет к вам говорить, а значит Он к вам будет говорить. Друзья, Бог будет к нам говорить. И Мария предупреждает этих служителей. Она говорит, будьте внимательны к тому, что Он будет вам говорить. И второй шаг, она говорит о послушании. Вам нужно будет сделать именно то, что Он будет вам говорить. Это послушание тому, что Бог будет говорить им делать. И теперь посмотрите, когда в нашей жизни возникает какая-то нужда или проблема, и мы начинаем молиться Богу о том, чтобы пришел ответ, то согласитесь, как правило, мы просто хотим сразу получить сам ответ. То есть если пришла какая-то болезнь или боль, мы тут же хотим видеть просто проявление исцеления. Вот тогда мы понимаем, наша молитва услышана, и ответ пришел. Но посмотрите на принцип, который мы можем здесь увидеть. Когда возникла нужда, то нам важно держать фокус на нем, и это не значит, что мгновенно придет проявление чуда, но это значит то, что мы точно получим инструкцию от него, мы получим вот то, что ты говоришь слово от него, слово руководство к действию. Поэтому, друзья, когда мы молимся Богу о каком-то вопросе в нашей жизни, как Писание говорит, будьте более скоры на слышание, и затем нам важно иметь вот это отношение, я собираюсь сделать именно то, что он говорит, вот это правильный настрой в процессе получения проявления ответа от Бога, то есть быть сфокусированным на Иисусе, услышать от него слово и быть готовым к полному послушанию. И вот здесь я также хотел бы выделить поэтапность в Божьем пути проявления чуда. Посмотри, первый этап был в том, чтобы вы внимательно следите за Иисусом и ждите от него слова. Точно так же иногда и в вашей жизни, когда вы можете возносить какую-то просьбу перед Господом, Бог вам может дать свой ответ в том, что скажет «Иди на служение». И вы подумаете «Да что же здесь за ответ? Я сейчас прошу, чтобы долги погасились, а Бог мне тут говорит идти на служение». Но для вас как раз и важно принять первый шаг, который Бог дает для вас. «Иди на служение», значит там, именно в этом месте, именно может быть через это послание в воскресенье Бог озвучит для вас следующий шаг. И если вы правильно отреагируете на шаг номер один, тогда вам легко будет принять шаг номер два. Эти слуги сейчас делают шаг номер один. Они ожидают от Иисуса слова и готовят себя на то, чтобы его выполнить. И когда затем в седьмом стихе Иисус говорит им «Наполните сосуды водою», они стали перед фактом того, что им нужно сделать шаг номер два. Вы видите, не было получено всей инструкции сразу же за один раз. Понимаете, Иисус не описал им весь процесс и сказал «Если вы послушайте меня, возьмете ведра, наносите сюда водоносы, то я как следует помолюсь и произойдет чудо, вся эта вода превратится в вино. И так мы решим эту нужду, эту проблему». Он ничего им не объяснял. Он дает им следующий шаг. Интересно, друзья, вот кто нас слушает, вы когда-нибудь пробовали поставить себя на место этих служителей? Как бы вы отреагировали на этот шаг? Проблема нет, вина, закончилось вино. Иисус вам говорит «Наполните сосуды водой». Ну, подождите, друзья, я понимаю, конечно, что свадьба, я понимаю, что на свадьбе пьют, и пьют, как правило, немало, но это же как надо напиться, чтобы не различить воду и вино, ведь это разные вещи. Причем тут вода, если нужно вино? И когда в этот раз я размышляла над этим, я увидела, что если бы они просто пошли логически размышлять над этим шагом, то, скорее всего, они могли бы сами себя отговорить от чуда, они могли бы остановить это чудо, потому что по логике вещей вода ничего не имеет общего с вином. И когда Иисус им говорит «Идите, наполните водой», здесь могло быть масса вопросов у них в голове, но удивительная штука, эти товарищи все равно идут и делают. Вторая часть этого стиха и наполнили их доверха. То есть все так просто, коротко написано, легко. Они пошли и просто сделали в послушании то, что Иисус им сказал вопреки логике. Это было нелогично, это, ну, грубо говоря, дважды два не сходилось, это не сходилось в четыре. И это показывает, что нам не обязательно понимать все от а до я в том процессе, в котором Бог нас ведет. Нам важно проявлять акт послушания на каждом этапе. Как я могу получить следующий шаг для проявления чуда? Вначале выполнить то, что Он уже мне сказал. Потому что иногда мы можем гоняться за Богом, Господь, дай мне свежее какое-то откровение, дай мне слово, что мне делать, куда идти. Но вопрос не в том, что Бог не хочет или не готов показывать нам следующий шаг, а вопрос весь в том, а что мы сделали с тем шагом, который нам уже показал, что мы сделали с тем словом, которое Он уже нам сказал. Может быть, мы просто уже из-за нашего логического мышления отговорили себя от этого шага, и поэтому мы остались ни с чем, грубо говоря, вот в этом пустынном месте непонимания, что нам делать дальше. Не потому, что у нас не было слова от Господа, не потому, что Он нам не показал конкретный шаг для практики, а потому, что по какой-либо причине мы просто решили этого не делать. Ну, это как-то незначимо, это как-то неважно, это как-то слишком просто, слишком, ну что, разве это может дать мне ответ в моей ситуации, разве это поможет мне восстановить семью, разве это поможет мне получить исцеление в моей жизни, разве поможет это какое-то маленькое семя, может, Бог вам сказал посеять 10 гривен, и это ваш шаг к тому, чтобы выйти из долгов, а вы подумали, ну что такое 10 гривен по сравнению с тем долгом, который есть у меня, и очень часто враг использует, скажем так, нашу логику, чтобы отговорить нас от чуда, которое Бог приготовил на нашем пути, но, друзья, здесь важен вопрос послушания Ему, даже в малых вещах, и тогда он будет переводить нас в большее. И когда мы посмотрим на вот это чудо, то есть, смотри, когда они носят и заливают воды в водоносы, если задаться вопросом, а когда вода начала превращаться в вино? Этого момента мы с вами не знаем. Может быть, она начала превращаться в вино, когда уже лилась из их ведер, оказываясь в этих больших каменных водоносах. Когда этот процесс сверхъестественного преображения воды в вино начался, мы с вами не знаем. Но он однозначно уже двигался, когда даже эти слуги об этом могли не предполагать. Все, что им нужно было, им нужно было продолжать двигаться в послушании. Процесс параллельно уже шел. Он был в активной фазе. Почему? Они в активном состоянии послушания, и процесс сверхъестественного также двигался вместе с ними. Но если второй вопрос задать, они сейчас видели уже факт реальный, очевидный перед собой? Ответ нет. И знаешь, еще, если бы они в этот момент начали бы как-то спорить с Иисусом или пытаться узнать, ну как, как, вот этот вопрос, он так часто останавливает нас и останавливает работу Божью в нашей жизни, когда мы начинаем думать, как, как такое возможно, чтобы Бог решил мою ситуацию? Каким образом он может это сделать? Ведь нет никаких вариантов, нет никаких выходов. Ну как, он не сможет просто это сделать? То есть, другими словами, друзья, позвольте Богу быть Богом. Бог знает свое дело, он знает свою работу, он знает, как сделать чудо в вашей жизни с нашей стороны. Главное, двигаться за ним, держать фокус на нем и учиться быть послушными ему по факту, не просто в теории, а по факту исполнять те простые, казалось бы, несложные шаги, которые рано или поздно обязательно будут приводить нас к проявлению того самого желаемого чуда. И для того, чтобы получать вот такие небольшие, на первый взгляд, инструкции от Господа, здесь нам никак не обойтись без того, чтобы развивать навык личного общения с Господом. Вы понимаете, Иисус не начал листать страницы Торы, Иисус не начал цитировать каких-то пророков, Вы понимаете, Он не нашел эти слова где-то в записанном слове. Он получил это от Святого Духа. Как? Лично. Конечно, Он основывал свое прошение или свою позицию на знании воли Божьей и на основании того завета, который был у Бога с этими людьми. Но вот эти детали, стратегические слова от Бога, что и как делать, вы никак не сможете получить другим путем, как индивидуально от Господа. Для этого вам необходимо развивать ваши личные взаимоотношения, ваше личное общение с Богом. Аминь. То есть, это как раз то послание, которое Господь дал для партнера в этом месяце в письме или в одном из последних выпусков подкаста «Как работает вера» мы как раз таки говорили о трех видах Слова Божьего. Кому интересно, вы сможете найти это в плейлистах. Аминь. И если вы хотите развивать свои навыки понимания Бога, развивать ваше личное общение с Богом, также добро пожаловать. Мы разработали целую серию курсов обучения для того, чтобы вы могли возрастать в этой дисциплине понимание Бога, говорящего с вами в каждом дне, в каждой ситуации. Вы способны его слышать, вы способны понимать Бога, вы способны взаимодействовать с Богом точно так, как это умел делать сам Иисус. Аминь. Аминь. Это были наши размышления над прочитанными стихами сегодня. А на что Господь ваше внимание обратил? Добро пожаловать! Если хотите, можете писать в комментариях обратную связь, либо в чате Bible в Телеграме. И, кстати, в субботу в 14.00 добро пожаловать! Мы будем обсуждать это в прямом эфире онлайн в аудиоформате. И, как обычно, в завершении, давайте построим свою молитву благодарения на основании тех стихов, которых мы сегодня касались. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам всегда свое слово. И я прошу Тебя, научи, Господь, нас также быть зависимыми от Твоего мнения и ничего не творить самим от себя, но ожидать от Тебя слово и делать в послушании то, что Ты говоришь нам делать. Не делать, потому что нужда, не делать, потому что люди оказывают на нас влияние, не на основании наших эмоций или наших симпатий, но все делать на основании Твоего слова. Помоги нам в этом. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. А на этом нам пора заканчивать. Рады, что сегодня вы были с нами. Услышимся в следующем выпуске.